У городским поселку Варович и сёння два святы – Выборы и Масленица. Причыма Бодва на одной локации. У делу важной падеи политичного життя краины же хоры примают у стенок городского дома культуры. На пляцовце перед установой масленичные гулянни с усими атрибутами – блинами, песнями, гульнями и пуделом зимы. У список комиссии на участку для голосования номер 6 без малого 2000 выборщиков. Амаль Палова з'их отдали свои голосы до терминова. У основной день выборов процесс идёт так само вельми интенсивно. Досрочное голосование тоже шло у нас очень активно. Это 48% избирателей, которые проголосовали. И сейчас, вы видите, у нас на участке шумно, люди активно идут, с настроением, радостно. Алена и Михаил Кабаевы говорят, что пришли голосовать за будущее своего населенного пункта. Списк кандидатов выучили добро. С многими, кто выдвинул свою кандидатуру в сельский совет, знаемые особисты. А тому своим выборы уполнены. Все люди проверены. Уже они во второй созове избираются. Они были на 27-м созове кандидатами в депутаты. Мы голосовали с чистой совестью и за тех людей, которых мы знаем. Думаю, что это нам всё-таки поможет нашему поселку. На участку номер 27, размещенному агрогородку Октябр, голосуют же хары четырех населенных пунктов Пыцьковки, Чараполки и Червоного Октябра. У список выборщиков амаль 750 человек. Больше из них проголосовало до терминова. Остатние робят гэта у основный день. Тем больше, есть и еще одна подстава прийти до выборчего участка, який размещен у сельским доме культуры. Гэта Масленица. Тут так само вы решили сполучить две падеи – политичную и забавляльную. Тому мясцовые же хары всё больше приходят с семьями. Люди идут в хорошем настроении, идут, голосуют, в особенности за местных, местные советы депутатов. Ну, как бы за своих, за тех людей, которых они знают. Увогуле активность выборщика у сельской мясцовости вельми высокая. Упершу чаргу тому, что выбор, який они робят сегодня, адабьется на житти непосредственно у их мясцовости – заутро. Максим Савин, Валера Игапанькор, тейлеродовая компания «Гомельс», Будо-Кошалевского района.